Итак, 436 страница, 11 строчка снизу. На самом деле мы начали изучать, я не знаю, как сказать, мясистую часть этой главы, а не предисловия о разных грехах и вариантов раскаяния, вариантов чу. И важно повторить то, что мы сказали на прошлом, на предупреждении в прошлом уроке, то, что... То, что на самом деле такое чу. Мы впервые, Алта Рэба занялся именно вопросом перевода чу. Да, до того было предисловие, что чу важно в любых грехах и так далее, искупление греха и так далее, мы все говорили. Об этом мы сейчас сегодня будем продолжать, конечно, говорить. Но мы дали очень важную дефиницию тому, что такое чу. Что если до этого, как и название самой книги, мы говорили, что это послание о покаянии, чу мы назвали покаяние, название о раскаянии и так далее, то Алта Рэба говорит следующую вещь, что то, что происходит до тшувы, это действительно раскаяние и покаяние. Или на иврите называется харата. Когда ты сожалеешь о садейном. Действительно, за бесцельно прожитые годы. То, что происходит после этого процесса тшувы, это называется искупление грехов. Называется копора. От слова Йом-Кипур, так и называется Йом-Кипур, Йом-искупление грехов. То, что происходит между ними, это мгновение, когда ты понимаешь, что ты был редиском. То есть тшува – это возвращение к себе. И сейчас мы объясним еще раз, почему это называется именно возвращение. Что то, что происходит, то, что является вот этим моментом, это своего рода момент преломления твоей жизни. То есть, вот ты качишься, образно говоря, качишься под наклоны. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты заходишь слишком далеко. Или не обязательно даже заходить слишком далеко. Это может быть мгновенный процесс. Это может быть, что ты там котлету съел некошерную. Ты говоришь, ой, зачем я это сделал, кому это было нужно. И ты начинаешь раскаиваться на прошлое. И начинаешь заниматься искуплением своего греха. Об этом, что такое будущее, мы уже поговорим сегодня. Что такое копора. Но не вот это вот раскаяние от того, что ты съел котлету, является тшувой. А именно момент того, что, вот мгновение от того, что тебе стало за это обидно. То есть, то, что происходит уже после этого, ты как бы возвращаешься в машину времени назад. К тому моменту, который был до того, как ты съел эту котлету. Но почему это называется возвращением? Потому что вся идея этого процесса заключается в том, что прийти к тому состоянию, в котором ты был до греха. Поэтому момент остановки, момент преломления – это мгновение, а дальше идет перемотка назад. Ты возвращаешься, ты начинаешь задумываться о всем том, что ты делал до сих пор, возвращаешься к тому моменту, когда ты этого не делал. То есть, мы говорили об этом на прошлом уроке, что можно это, конечно, рассматривать глобально. Можно рассматривать глобально, что человек ничего не соблюдал, ничего не делал, и вот он решил. И тут, конечно, отматывать нужно очень долго. По идее, мы будем к этому касаться. Казалось бы, если человек ничего не соблюдал. Далек от Торой и Западе. И в 36 лет он решает, что нужно менять, что так жить больше нельзя. Я не верю в сказки о том, что человек, вдруг с ним происходят какие-то события, и он понимает, что нужно менять свою жизнь. Я не вижу это как какое-то одно мгновение. Я вижу это как бы какой-то процесс изменения сознания человека. Я не верю в то, что это какие-то бывают, как любят рассказывать на всяких семинарах, истории, что человек увидел бабочку, махающую клышками, и он понял, что жизнь проходит зря, и он сразу поменялся. Нет, я в это не верю. Я человек привиальный в этом смысле. Но в тот момент, что это решение принимается, неважно по какому поводу, он начинает, этот человек начинает отматывать все, сознательно и даже неосознательно, что предшествовало этому. И казалось бы, если человек, скажем, возьмем, давайте говорить, тшува это тоже точная наука, это точных вещах. Если человек, допустим, не соблюдал шаббаса, 30 лет он не соблюдал шаббаса, за каждое публичное нарушение шаббаса полагается смертная казнь. Помните, мы говорим, третья категория, за которую, если ты нарушал заповедь, за которую полагается смертная казнь, то тшува и йом-кипыры, то, что открывают твой кейс, а если повезет, то тогда будут у тебя тяжелые страдания, которые искупят твои грехи. Помните, говорили, да? Теперь, что такое нарушение шаббаса? За нарушение шаббаса, заповедь в истории, полагается смертная казнь, забивание камнями. Все помните? Публичное. Публичное. Дома, если нарушают. Публичное нарушение шаббаса, да? То есть человек, каждый шаббас открывал свой ресторан, ездил на работу, курил сигареты, ходил, мне ли, мне ли вам рассказывать, что еще можно сделать? Теперь, получается, что если за каждое нарушение субботы, так, ему полагается смертная казнь, то, что говорит Мишна, то, что говорит Брайта, сори, в геморье Йома, что, значит, раскаявшись за этот грех, он сначала делает шуву, потом он там прошел Йом-Кипур, и если повезет, то пошлют какие-то страдания, и этот грех будет искуплен, и это будет закончиться весь процесс шувы. То есть если 30 лет, с момента 13 лет, то есть 17 лет, он нарушал все шаббасы, которые, по идее, 52 в году, да? Если вдруг еще есть высокосные годы, да, наверняка 17 лет, хотя бы 5 высокосных лет попадается, так? То есть это еще 5, еще прибавить сюда 20 суббот, да? Значит, 50 умножить на 17, и плюс 20 суббот высокосных лет, образно говоря, и это все, это еще ничего. Потому что, всю субботу, которую нарушали, да, сколько там 50 умножить на 700, 850, так? 850 плюс 20, получается 870 суббот, так? 870 раз ему полагалась смертная казнь. То есть 870 раз он должен пройти через жуткие страдания. И это только что касается только нарушения одной из работ в субботу, в которой запрещено истории. А их сколько? 39. Значит, все это нужно умножить на 39, так? Перестаньте давать. Да? Теперь, каждый раз, что ты нарушаешь именно такую работу, это все еще раз умножается. И вот серьезно, мы говорим о ситуации. Человек приходит в синагогу, и мы с ним садимся, открываем большую бухгалтерскую книгу и начинаем писать. Сколько? Помните, мы говорили на прошлом уроке, сейчас придем к этому поводу тшу, что раньше можно было прийти, у литовских грехов это было так принято, что ты приходил, я согрешил, копался в Талмудах и говорю, тебе там нужно сделать, искупить свой грех, так-то, так-то, так-то. Это называлось тшу, но это не являлось именно момент тшу, это уже искупление греха. Но у меня к вам и для вас есть смягчающие обстоятельства, для нас, для всех, это смягчающие обстоятельства. Почему? Потому что в Геморре Шаббас, я не специально взял именно законы, именно нарушение Шаббаса, потому что конкретно этот вопрос описывается в нашей юриспруденции, в нашем законодательстве, что Гемора Шаббас говорит очень интересную вещь, что тот, кто нарушал много работ, по много суббот, я цитирую, он должен принести только одну повинную жертву. Потому что он нарушал не законы субботы, а единственным его нарушением было что? Что он не знал. Единственное нарушение было то, что он знал. Когда ты уже знаешь и нарушаешь, как сказал один из общих знакомых, когда у нас был по пятницам урок по Китсу Шуханову, по простым законам, он приходил на урок через пару часов и говорит, не хочу, не надо мне это, я приду, я помолюсь, я сделаю, кину, все. Ну вот эти ваши... Не хочу знать. Ну, теперь, что происходит? Что в тот момент, когда мы делаем этот шоу, у нас идет это перелом, как мы так называем это, что мы не хочу повторяться, мы говорили, изломанная жизнь. В этот момент мы начинаем отматывать пленку назад на то состояние до того, как мы начали идти под откос. И именно поэтому говорится, что настоящее раскаяние, то, что мы с вами будем говорить, оно разрушает все рамки мироздания и пробивает насквозь все ограничения, все сокрытие Всевышнего, и мы там сразу... То есть мы идем поперек, против времени. Теперь, это то, что касается прошлого. Теперь начинается будущее. Тут есть еще один вопрос, который мы уже подняли на прошлом росте. Вопрос в будущем тоже очень неудобный со стороны маркетинга. Почему? Потому что если человек нарушает заповеди, за которые полагается смертная кайс, как, например, Шаббет, на прошлой неделе мне позвонил один человек, он сказал, что его знакомая, она встречается с религиозным человеком. И она была замужем, но с мужем они уже много лет, там, 10 лет уже не живут, но они никогда не разводились. Можно ли эту религиозную человеку с ней спать? И он сказал, что он никому другому стесняется задать этот вопрос, поэтому решил позвонить мне. Я говорю, что вы имеете в виду, что вы хотите, что я вам сказал. Спать можно только со своей собственной женой. Не важно, это не важно, за кем она была, если это твоя жена, то с ней можешь спать. Если она не твоя жена, с ней спать нельзя. И это не важно, это религиозный человек, это не религиозный. Это одинаково запрещено для всех. Это очень интересная фишка, которая мне всегда нравится. Раз я не религиозный, значит не можешь. Нет, но там проблем гораздо больше из-за мужской женщины. Да, понятно. Да, теперь она говорит, но ему вот можно, я говорю, что вы хотите сказать, что плохо ему от этого будет или нет, она хочет его совратить, волнуется за его моральный облик, за его наказание, это очень высокие отношения, конечно. Ну вот насколько это плохо? Я говорю, ну здесь в данном случае очень плохо, потому что, во-первых, она не его жена, во-вторых, она чужая жена. Это уже сразу несколько смертных казней, смертных казней по сейлу, так сказать. Две смертные казни. Но, она заключается в чем? И тут, значит, этот религиозный человек, предположим, когда он переспал с чужой женой, он хочет раскаяться, и он приходит. И что нам ему есть сказать? Жениться. Нет, нам ему есть сказать, что то, что мы учили до этого, что если человек нарушает заповедь, за которого полагается смертная казнь, то, то и он раска... Вот он все, он хочет изменить свою жизнь, ему плохо, и он хоть отрекся от старого мира, отрыхнул его прах со своих ног, и все. Теперь, что дальше? Будущее у него-то совсем не лестно. Что его ждет в будущем? Говорит Гемора, что когда он раскаялся, когда он сделал чувак, когда он пережил Йом-Кипр, что его ждет дальше? Сам прыгал с обрыва, да? Его ждут дальше страдания, которые испугляют его... И это давайте буквально... И это то, что мы сказали на прошлом уроке, на прошлом уроке, что когда идет речь о тшубе, когда человек снизу, называемый это Тарута Делетата, пробуждение снизу, пробуждает в себе вот это вот желание приблизиться ко Всевышнему и начинает менять свою жизнь, корректировать свою жизнь, изменять свою жизнь, то это пробуждает безумную любовь к нему на небесах. И это любовь оборачивается обширным инфарктом. Да? Это то, что говорит Алтараба. Давайте читать. Да? Да? Что это пробуждение снизу, вот как он начинает... Всевышнему... Помните, мы приводили... Я приведу, сори, заговариваю, очень интересный материал, но заговариваюсь, да? Приведу, да? Что пробуждение сверху пробуждает по отношению к нему великую, милосердную любовь к Всевышнему. Помните, мы приводили пример на прошлом уроке и очень-очень много времени назад еще в первой части Тани из книги-притча Сая Соломона «Кимаем по ним иль по ним» как отражение в воде. Понимаете, что как ты ему улыбнешься? Так оно улыбнется тебе. Получается, что когда ты из великой любви и стремления ко Всевышнему пробуждаешь в себе любовь к Всевышнему и стремишься к нему приблизиться по самое не хочу, то он точно так же улыбается тебе. Пробуждается, как в зеркале. Точно так же. И что происходит? И происходит ли «Марекаву нобо иссуримбо ламазе» и посылает ему жуткие страдания в этом мире, чтобы исправить его прегрешение. Вот вы мне скажите, что сказать нормальному здравомыслящему человеку, который приходит в синагогу и говорит «Хочу жить лучше». «Хочу соблюдать». «Положайте жить, как живете». «Хочу все...» Ну, во-первых, давайте отличимся, если человек приходит к тебе и говорит «Хочу начать соблюдать кошер, шабус, хочешь изменить все в своей жизни», то практически почти в 120% случаев это не евреи. Окей? это, к сожалению, за 20 лет в этом бизнесе это практически беспроигрышный вариант. Еврей никогда не придет и скажет «Все, я все хочу поменять свою жизнь». Нет. Обычно, если такое скажут, то это последний раз, когда ты увидел в синагоге. Ну, может, через два года придет и еще раз скажет «Может, поменять свою жизнь». Это грустная, сермяжная правда. Да? Но получается такая вещь, что если человек, если действительно будет такой радостный случай, придет еврей в синагогу в первый раз и скажет «Я все хочу поменять свою жизнь», что он должен сказать? Сначала завещание. Перепишите все на синагогу, да? Я извиняюсь, а вот как, например, когда из Египта вышли, столько нарушали, столько все, а было как волно, милосердие, и манна тебе, пожалуйста, и одежда не снашивалась, а делали такое, что ум не постижили. Так 20% к этому времени уже вымерло. Ну, 80% к этому моменту уже вымерло. Зато, что они нарушали, так это вообще... Нет, во-первых, мы не работаем богобухгалтером, зарушали и так далее. Вот вам и это результат. А как живут в Шма, которые мы читаем? Вот если ты будешь соблюдать, так будет тебе и то и другое взятое. Или... Ну, вы понимаете, мы обычно думаем, что раз мы сейчас пришли на урок Тора и приходим в Шабо-синагогу и стараемся соблюдать кошу, то теперь нам все будет, что написано в Шма. Но что мы делали, кроме этого, об этом никто не задумывается. А что они такого нарушали? Во-первых, Тора еще не была дна. Они не так много, что нарушали. У них были имена еврейские, у них язык был еврейский. Они мало что соблюдали, но что ты соблюдали? Один раз переспала женщина не со своим мужем, и вот мы про это изучаем, что был один раз случай за 200 лет. Они не очень плохие были. У тебя еще были заняты, они рожали, по-моему, с ничего. Так вот. И это то, что нам пытается сказать Алтареба. Это как бы пособие для тех, которые работают в нерелигиозное время, он говорит, да, действительно, если мы просто будем читать Гимору, то в Гиморе написано, что после того, как ты делаешь чуву, тебе идут жуткие страдания. Поэтому, конечно, новобранцу рассказывать про Гимору не надо. Не надо распугивать население. Поэтому Алтареба говорит здесь, что на самом деле проявляется безумная любовь. Как только ты улыбаешься Богу, он тут же облыбается к тебе, но все равно заканчивается упокой, говорит, исправлять его грехи страданиями в этом мире. Это и есть улыбка Всевышнего. Как же это понять? Мошеная Мар, как сказано, давайте читать дальше. Сейчас этому Алтареба приводит доказательства. что тот, кого любит Всевышний, того он и исправит. Что на самом деле здесь говорит Алтареба? Говорит, следующая вещь. Когда мой учитель, первый мой учитель, когда мы с ним учили, это было в редкий случай, мы учили с ним Таню, и зашел разговор о ЕЦРОРе, и кто-то говорит, вот у меня, допустим, такую заповедь, я не знаю, у меня нет никакой проблемы соблюдать кошу. Да, изи, что такое соблюдать кошу. Кто-то говорит, вот сегодня, сейчас человек, он говорит, вот дома уже соблюдаю кошу, а вот, ну, никак не могу, никак не могу, вот не могу себя заставить. Да, по работе приходится бывать, в разных местах, там все, не могу себя заставить. Я, ты знаешь, я раньше не помню, потому что я очень неприятная отношительская идея, и для меня было, ну, нельзя, ну, не ешь, ну, господи, что такое, с голоду никто не умирает. А я очень часто сейчас с людьми, я рассказываю, как-то был на приеме встречи в ресторане Татьяны, на встрече, я рассказывал точно недавно, с представителем, с Гурвица, с представителем муниципалитета города Героя Одессы, с Одесским землячицем, с кем-то там еще, здесь в Нью-Йорке. И это все происходило в ресторане Татьяны, там шикарный стол накрыли, но я сижу, там минеральную водичку пью, и на форуме у меня сидит какая-то оперная певица из Одесского театра, и говорит, ну, все же вокруг, вокруг все такое вкусное, как вы можете не кушать? И для меня это был шок. Ну, хорошо, ну, вкусно, если я это не ем, значит, я это не ем. Биг дел. Но если кому-то дается легко заповедь, кому-то дается очень тяжело заповедь Горсууууууууууууууу, кому-то дается легко Нет, это значит Хотел бы вымытириться, нельзя записываться Это значит, что Всевышнему На нас глубоко наплевать Потому что работа ецероры Работа нашего животного начала В том, чтобы нам Помешать выполнять заповеди Это его рода, это его торы Заповеди в этом мире у нашего животного начала И если тому, что мы Выполняем, нам это дается элементарно И нет никакого сопротивления Это значит на тебя уже положили Теперь Поэтому я сказал, что есть такие Кому-то в этом, кому-то в том Ецероры есть разные Знаете, я тоже наверняка приводил пример У меня есть один знакомый Который был Ну, чтобы не сказать хуже Самым-самым известным Ловеласом в Одессе в середине 90-х годов То есть просто там О нем легенды ходили Работал в офисе Уравина О нем легенды ходили по всему городу С дюжиной девочек одновременно Причем у него были такие даже фишки Он подбирал, что у всех девочек были Одни и те же имена Там в одно и то же время Ну, в общем Не ошибиться Потом он уехал в другую страну И там Начало его пробивать Там на это дело Купил себе тфелин И так далее Я точно приводил этот пример И Шая Гиссер Наш первый день за детство Чем учеником он был Он был как раз на шапу с моих родителей Я тоже приехал Из Ешивы Этот парень ему звонит Ночью уже И говорит Ну что мне делать Ну я не могу Да, тфелин надеваю Тора учу Ну вот я больше двух недель Не то чтобы не могу Выдержать С одной не могу больше двух недель И Шая ему спросил Скажи мне А ты кошек соблюдаешь? Он говорит Нет, пока нет Он говорит Ну так начни с кошек Ты просто скажешь Что сейчас вы кошек уже не тянете? Нет Он стал Этот человек Стал рабином У него все в порядке Шестеро детей Слава Богу Да А ты не испугался И что имеется в виду? От одной женой Имеется Да Имеется в виду Что У каждого из нас Есть свой ЕЦРО Своё Слабость Своё животное начало По отношению к каким-то Определённым деталям И От того, что нам легко Даётся что-то соблюдать Это значит, что в этом В этом вопросе На нас уже положили У нас Поэтому Если это перевести на то Что мы Вот это объяснение На то, что мы учили здесь Почему это называется Любовью Всевышнего Когда после того Что мы делаем Чул Он посылает нам Страдания Во-первых Страдания Подчёркивается В этом мире Об этом мы сейчас поговорим Почему? Потому что Так и написано Приводят нам Цитаты Из Опять же Притчи Сая Соломона Ки-эта Шэр-э-а-па-шэм И от слег Да Тот, кого любит Всевышний Йохи-эх Тот, кого любит Всевышний Того он и будет доставать Что если бы Человек раскаялся Ему ничего за это не было Не может быть Что он В чём он раскаялся Если он был безгрешен То в чём он раскаялся А если он уже был грешен То если он раскаялся И ему Его за это На него наезжает Это значит Да Его раскаяние Было принято Это значит Пошла работа А если он раскаялся И всё ничего И у него никаких Сусилий Ничего Надо понимать не нужно Это значит Что ничего не было принято Потому что То что мы называем Любовью Всевышнего То что мы называем Что тот Кого любит Того бьёт Понятно или не очень? Всегда говоришь Меня любит Бьёт так Но тут есть Более такое Литвуша Конечно объяснение Которое обязательно Сто процентов уместно Ввиду того Что Тут Антон Почерпит Что страдания В этом мире Почему? Потому что Если человек Не получит Исправления В этом мире То его страдания В грядущем мире Будет несравнимо Голее тяжёлым Это в этом пишет Рамбам Маймандице В предисловии В книге Иов Что Один Час страдания В аду Приравенится К 70 годам Страдания Иова Окей Поэтому В общем-то Можно и Так математически Наоборот Один Час Страдания В аду Приравенится К 70 годам Страдания Иова Ты говорил Наоборот Если другое Если что Один час В добрых делах В этом мире Приравенится К 70 годам В раю Но в данном случае Один час Страдания В аду Равняет Такое же тяжёлое Как 70 лет Страдания Иова Никто тогда не собирается Ну ты наоборот Можешь Один час Страдания Иова Это как 70 лет Нет Нет В этом какой же Поинт В этом вся идея Что поэтому То что нам посылается Здесь в этом году Страдания В этом мире Страдания Это на самом деле Великое Милосердие Всевышнего Конечно Конечно Новобранцам Это не объяснить Невозможно Потому что Особенности 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 В Америке Почему Особенности В Америке Потому что Америка Такая специфическая Страна Где В общем-то Вся Идея Американского Общества Это Направлена На то Чтобы На твой Собственный Комфорт Вот то Что ты делаешь Должно быть Тебе удобно Тебе комфортно Тебе хорошо Поэтому в Америке Так развит Реформизм Потому что Вся идея Реформизма Это не то Что ты должен А вот Если тебе Это не нравится Значит Наверное Всевышний Этого не хочет Всевышний Не хочет Просто Чтобы тебе Было Хорошо Поэтому Только то Что тебе Это хорошо Это и есть Заповеди Логично Логично Согласитесь Да Это Это основная Идея Реформизма Поэтому Тора и Заповеди Здесь абсолютно Не имеют никакого Отношения А Тора и Заповеди Это обязательства Поэтому Человек Который Говорит Я атеист Он не говорит Что он не верит В Бога Он говорит Я не хочу Этих обязательств Я лучше Договорю с Богом Что я буду В него не верить И тогда Я не должен Буду ничего Соблюдать Ведь нету Человек людей Которые не верят В Бога Все Те люди Которые верят В того Бога Который есть И есть люди Которые верят В того Бога Которого нету А которые называются Атеистами И вся идея Это то Чтобы просто Не брать на себя Обязательства И поэтому Объяснить человеку Что на самом деле То что тебе хреново Это Желание Всевышнего В Америке Очень-очень-очень Сложно Потому что Любой человек Которому приходит 90 Ну ладно 90% Людей С которыми я сталкиваюсь Которые приходят В синагогу И хотят Поговорить с Рэбой Да И поэтому тяжело Когда все направлено На установление Какого-то Внутреннего баланса Какого-то Дзеня В себе То приходит человек Конечно Нужно соблюдать Тора и Западе И это будет Очень некомфортно И чем больше Ты будешь соблюдать Тем больше Тебе будет плохо Да И на самом деле А все это нужно Воспринимать Как офигенное Милосердие Всевышнего Это очень сложная работа Понятно? Но это и есть любовь В Элахен И поэтому Лоис Кир Арамбам В Асмак И поэтому Рамбам Маймандес И Смак Смак это сокращенно Сефер Митсвот Агадоль Который Сефер Митсвот Агадоль Который написал Рабмойши Микцони Один из Первых комментаторов Талмуда Она называется просто Смак Смак это Сефер Митсвот Агадоль Великая книга заповедей То есть еще Одна попытка Перечисления 613 заповедей Они что там говорят Шум Таанит Клаль В Митсвот Шува А Лоис Кир Рамбам В Асмак Шум Таанит Клаль В Митсвот Адшува А в Критон Митод Бейсен Что Посты Не упоминаются В списке Заповедей Пост Не упоминаются В списке заповедей Как Как часть заповедей Чу То есть заповедь Чу Заповедей Возвращения К себе Не включает Себя Апостол Это то Что мы Объясняли Доту Что Когда мы Говорим Что Даже за грехи Как здесь говорится За которые Полагается Смертная казнь Когда ты Раскаиваешься И переживаешь Йом-Кипур То Ты Открываешь Свой кейс А страдание Это значит Что твоя Чула Была Принята И теперь Пошлось Поведение То есть Страдание Это не Чула Это после Того Как твоя Чула Была Принята Начинается Страдание Понятно? Это одна Из целей Книги Алтере Вот этой Небольшой Книжки Алтере Которую Мы сейчас В третьей части Что показать Что страдание Посты Раскаяние Покаяние Это не Есть Шула Это две Правильно Три большие Разницы А что же Тогда посты Почему мы знаем Что постят Царь Давид Вообще Пишет себе Либи Халальбих Керби Что мой Сердце Опустошилось Опустело Внутри Меня Что так И написано Органи Что он убил Своё сердце Своё животное Начало В поста Мы видим Даже про Алтере Где-то Я читал Слышал Что Алтере Будет Очень Категорически Говорить По поводу Постов Что посты Не помогают Он говорит Что Алтере Сам Постился Целыми днями Но очень Постился Как Рамадан Пока Он не мог Одной Левой рукой Поднять Весь Вавилонский Толмут Знаете Как рассказы Про Илья Муромца Как я уже Недократно Говорю про История праведников Что Те Кто Им не верят Историям праведников Он богохульник А тот Кто им верит Полностью Он идиот Поэтому По поводу Этого Нужно Все Конечно Воспринимать Нормально Быть скептиком В этом вопросе Но иногда Нужно Воспринимать Как Мозес Он уже Спол Семь фитов А только Подпрыгнув Он мог По колену Перерезать Ого Ударить По колену В коленку Мечом Да Так вот Но не в этом вопрос Вопрос в том Зачем Тогда Посты Да Давайте Немножко Скоро У нас будет пост Все помнят Что на Новый год У нас пост Ух Напостимся 1 января Нормально У них 1 января У нас 10 Отметили Новый год Уснули в Оливье На следующий вечер Проснулись Сразу И Пост И доедаем Это же 10 Выпадает На 1 января Во-первых Очень короткий пост Во-вторых Разгрозно Чем В 17 часов Все равно А вечером Можно кушать Ведем Воснешься Покладываешь спать Не Больно Начинается Пещера Тешей Заканчивается Ты же еще Предложишь Давай Может помолимся 1 января Давайте Помолимся 1 января Почему нет Горазный пост Еще официально Тору Тору Читают 10 ТВ Это много Разных событий Перевели Тору На Насильственную Перевели Тору На греческий язык Начало Осады Иерусалима Потому что На 70 языков Перевели Никаких проблем Перевели На день Несчастный Мой Свои контакты Коннекшн Так вот У нас есть посты Которые мы постимся Сегодня Они посвящены Каким-то определенным Событиям Не об этих постах Идет речь Хотя Цель этих постов Тоже в том Чтобы раскаиваться Исказать грехи Которые связаны Именно с Историчными событиями В это время То есть Как Вот То что сказал 10 ТВ Это 9 Ава 17 Томуза Это Золотой Тилец И так далее Постэстер Это из-за той Игидали Постгидали Это те Да 5 постов Это те посты Которые мы постимся Из-за каких-то Исторических событий Но при этом Есть еще Все Каждый Волен брать на себя Любые другие посты Да Из-за искупления грехов Мы дальше Будем читать Жуткие вещи Что там Определенные грехи Полагаются За каждый такой грех Полагается Там 64 поста И алтарь говорит Что это Дневные посты С утра До вечера И берите их на себя В зимнее время Что там Короткие Да Рамадан Ну подумайте Гайз Ну подумайте Сколько там Зачем же тогда Нужны посты Был один Был один Во времена Талмуда Практически Почти все Наши Почти все Примерные еще Но очень многие Наши мудрецы Постились всю неделю Кушали только Постились Не месяц Не едем Зато вечером Так пьяны Днем Только в течение дня Овернайт Никто не постился 24 часа в сутки Никто не постился Не Ночью что-но кушать Ночью можно кушать Не кушать только Так вот Пока Бог Нет Потому что там Другая Другая карма Так вот Дея заключается Следующим Зачем Вы вот сами Скажите Если Пост Это не тшуа Зачем нужно Почему люди Которые Раскаиваются В своих вихах Они да Берут на себя Обязанности Поститься Это было Испокон веков Только последнего поколения Алтарайбе просто говорит Что мы сильно ослабли Поэтому Зачем нужно Были эти посты А? Малка Ну вот серьезно Ну вот серьезно Вот я когда Пощусь Честно вам сказать Если я действительно Пощусь Я не занят Очень сильно Работать Я только думаю Блин А что же мне Сегодня вечером Покушать Такое Надо бы думать Что я сижу И думаю о том Какой великий Бог И какая ничтожна Моя животная душа Я вас умоляю Давайте быть честными Нет Я не говорю Есть наверняка Такие люди Которые так и думают Мы ослабли Зачем вообще Нужны были посты Как вы думаете Это по системе йогов Я раз в неделю Не кушаю Мало взгляд Для очищения организма Зачем Нужны были посты Как часть Как часть Процесса Чу Ну Написано Что Про любление Любви Невероятной любви Всевышнего Это страдание Которое мы получаем После того Как сделали тшу Но при этом Посты Не являются Частью этой заповеди А зачем Тогда вообще Нужны посты Вы нам скажите Подумайте У меня есть объяснение Которое у меня сегодня Я почему вас спрашиваю Потому что это объяснение Пришло к мне сегодня В голову Когда я пришел Который готовился курок Целый день подумать Как вечером Я похорошо поеду У меня есть пример Что По крайней мере понимаю Что ты имеешь Каждый день Ты не ценишь Ни воду Ни еду Что то что тебе дается Ты ничего не ценишь Я вообще не раскаивался Ни в чем И вдруг у меня Такие страдания За что Если я раскаивался Если я сделал тшу У меня пошли страдания То это понятно Это в книжке написано В головный кодекс Да А если я ни в чем не раскаивался За что мне страдания Объяснение 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 которое дает Рафштайн Я слышал Рафштайн Он говорит Следующую вещь Что Иногда Всевышний К тебе Так хорошо Относится Что он дает тебе Страдания Еще до того Что ты сделал Чтобы ты так и Дай ее сделал Сразу страдаешь Пусть шула запишется А судьи кто? Мой организм Это другого Но вы о том Что говорите Что если мы судим себя Так мы вообще Самые лучшие Но когда нам хорошо Мы ничего не задумываемся Мы просто не сложимся А когда нас что-то ударит Так мы уже только тогда И начинаем задумывать Я понимаю Что вы говорите И это тоже Очень интересное объяснение На самом деле Что посты Если ты действительно В пост Начинаешь ценить То что у тебя есть Он на daily basis То это хорошая Хорошая мотивация Для того Чтобы так и дать Сделать шула Потому что уже То что ты начинаешь Ценить то что у тебя есть Это уже Это уже от шула Но мне с вами пришло В голову Я просто поделюсь с вами Не факт что Но правильно Но очень интересное Объяснение Ведь что мы сказали Мишне То что мы здесь объясняли Что если ты там согрешил Грехи За которые тебе полагается Смертная касть То тогда Шула и Йом-Кипур Открывают твой кейс А страдания Искупляют твой бег То есть твоя шула Заканчивается Когда ты проходишь Через страдания Понятно Но согласитесь Со мной Что Самые сложные Страдания Самые тяжелые Страдания Это Тогда Когда You don't know What to expect Ты же не знаешь Какие Ты сделал шубу И сидишь Как на иголках И ждешь Что с тобой Произойдет Что сейчас будет Что произойдет С твоими близкими Как ты будешь Искуплять Грехи Которые ты делал А мы то все знаем Свою бухгалтерию На самом деле Мы то прекрасно понимаем Что может быть Поэтому Устанавливаются Контролируемые страдания Которые Есть посты Ты сам На себя Берешь Это страдание Да И говоришь Все Я уже все Я Я уже страдаю Больше чем Ты сказал Что не уходит Искупление Искупление Да В тшуу не уходит Тшуа Это вот это Преломление Дальше Идет Искупление греха И можно Сделать Чтобы ждать Сейчас Будет искупление Греха А можно Пойти А можно Пойти Поститься И тем самым Сделать эти страдания Контролируемые Для этого Придуманы Посты Это ты Типа Я уже принимаю На себя Свои страдания И тогда Лотерея Страданий На нас не распространяется Это как бы Репетиция Нет Не репетиция Наоборот Замена Замена А действительно Кто-то Думает Что Да Я Среди Религиозных Людей Но не среди Нармальных Людей Которые Действительно Раскаялись И теперь Думают Что страдания По-моему Людей Происходит По-другому Я поняла Что я сделала Плохо Что я кому-то Причинила И раскаялась И стараюсь Делать что-то Хорошее Другим людям Чтобы Вы как хотите Это рассудите Я уже получаю Как бы Награду Потому что Я себя Хорошо Чувствую Это уже Награда Ко мне Пришла Первая Ошибка Кто Это все правильно Вы все правильно Говорите Только первая Первая ошибка Это кто сказал Что вы должны Хорошо себя чувствовать А я уже чувствую Но это не значит Что вы избежали Страданий Это не важно А не важно Не важно Даже если я что-то делаю Даже вот если я там Не знаю Тружусь Потому что поняла Что сделала Какую-то Например Человеческую Ну Если она исправилась Может быть Это грубая Может быть Это грубая Понял Нужно разделять Между тем Что вы сделали Тем Что вы исправились То что вы исправились Это хорошо Но то что вы сделали Лету не кануло Никаку Но я тогда Себя чувствовала Плохо Еще раз Неважно абсолютно Как вы себя чувствуете Вы Сделали Что-то нехорошее Раскаялись в этом Теперь Если это Из таких Нарушений Которых мы говорили То Тогда Вам нужно ждать Каких-то страданий Мы здесь будем Я не хочу немножко Завидать Мы здесь будем Рассматривать вопросы Что сам тот момент Что человек переживает Ему плохо От того Что он уже Сделал плохо Это тоже Можно рассказывать Как копора Как страдание Искупление Искупление Греха Но Считать Что это Default choice Это было бы Очень самоуверенно Это то что я могу сделать Замечательно Мы это делаем Но это не значит Что страдания Вы избежали Таанит Пост Он так и назывался Слово таанит Это слово Иной Слово издевательства Как в Йонг Кипру Мы говорим Инуна вшотагем Что вы должны Издеваться Над своей душой Что это Есть То есть Издеваться Неправильно Слово на русском Именно страдания Когда мы постимся Мы причиняем Себе страдания Уже По уголовному кодексу И избегаем Непредвиденных Основидений Это опять Мы не знаем Мы избегаем Я еще раз говорю Это Это мое предположение Я предполагаю Что для этого Именно поэтому Рамбам и Смак Не включили это В заповедь шува Это не является Поститься Это не значит Делать шуву Поститься Это ты себе делаешь Какие-то Комбинации Ты поголодал Ты подумал Что ты себя заменил Ты себя лучше От этого начал чувствовать На самом деле Это ничего не значит Я Все что вы говорите Это очень хорошо Я только хочу Никто не сказал Что ты должен Лучше себя чувствовать Что это самоцель Ты попастил Тебе Это лучше себя чувствовать Потому что Это лучше Всевышний Может быть нужно Чтобы у нас Да болела голова Не будете отрицать Что если ты Утром смог сказать Молитву Собрался меню Тебя лучше Сумочувствовать Конечно Да лучше И день по-другому Идет лучше Значит Твое самочувствие Это важно Для того Чтобы ты даже мог Делать то Что нужно делать Нет даже А мое самочувствие Важно Только Для того Чтобы Я упал В западе В радости Потому что Ни в коем случае Написано В самом начале Таня Прямую цитату О том что Ни в коем случае Ты не должен быть В своих глазах Как грешник Потому что Тогда ты расстроишься Пойдешь в депрессию И вообще ничего не будешь выполнять Поэтому Опять же Это неважно Как То что я подчеркиваю Что то что ты себя чувствуешь лучше Это не самоцель Это средство Это только средство Не знаю Все что мы не делаем Мы стараемся делать Для того чтобы Это то что я говорил Сегодня посередине урока К сожалению Мы устраиваем